всем привет на канале стриг с вами виктор и вот вторая часть по премиум корабля 8 уровня и у нас здесь эсминс благо их не так уж и много начнем с юкикадзе точные а и люди козы в честь вот тематического аниме честно говоря я не знаю вообще возможно ли будет получить когда-то корабли из этой категории но скажу кратко каждом корабле это карьера на восьмом уровне но тут не все так просто с торпедами конечно же нет никаких нюанс по бронированию по гк это в чистом виде какера вот торпеда здесь ребят немножко нестандартные что по торпедам время перезаряется 104 довольно таки быстро прижать но не 8 километровые вообще альфа 21367 это капец как много для этого уровня это шимкинские торпеды это очень жесткие инвиз соответственно также в стиле японцев вернете тут засвет будет чуть выше пяти километров очень хорошая тачанка но для тех кто умеет играть от восьми километровых торпед потому что выжить после них принципе не может никто в остальном же коньер в чистом виде только с очень хорошими торпедами далее идет ассасиум ассасиум можно будет получить на черную пятницу одна из интересных тачанок скорее на фановая и что я на нем хочу вам сказать здесь торпеда на 20 километров ну это главная фишка но данные торпеды поражают только линкоры и авианосцы в остальном же опять ну практически к герд соответственно 127 миллиметровые японские орудия неплохая скорость отличная маскировка лично для меня неплохой эсминец на нем можно пофаниться но если в бою не будет линкоров вам где-то придется ковырять правильно с гк ну и играть светлячком на самом деле неплохой эсминец прям советовать не буду но для тех кто хочет покидать двадцатки есть еще кстати расходник на ускоренную перезарядку торпед и если попадется бою 5-6 линкоров вы будете в малине поверьте попадает вопросов нет далее у нас кит кит ну этот эсминец наверное будет одним из лучших в наличии прям восьмых кораблей чем его особенность на то что это флетчер на восьмом уровне примем прочего здесь есть еще и kill когда всего один торпедный аппарат хорошее количество очков боеспособности дают тут без перка но тем не менее хилка во многом решает все в остальном же геймплей полностью от флетчера но но конечно же у нас есть американские дымы и форсары пожалуйста с заградкой на выбор здесь очень хороший был вот даже имеет смысл заточки в кого 127 миллиметровые орудия является универсальными и он на самом деле неплохо выкашивает метовая тачанка которая используется в клановых в турнирах в этом плане здесь все хорошо и на самом деле я кит посоветую очень комфортный приятный сменец далее за 35 касательно за 35 недавно был апнут и очень очень хорошо и с этого момента я могу рекомендовать данный сменец покупки что мы имеем а имеем мы также артиллерии 128 миллиметров с хорошим пробитием и пробить и 32 миллиметра это очень неплохо альфа 1500 конец уже по меркам немцев она ну даже немцев во всех остальных она небольшая но бронепробитие радует бэшки 3000 вот тут уже в стиле немцев так что же ему от на ли что в нем хорошим но для начала 19100 без перк на хп и это очень много помимо прочего и что ему апнули а ему дали год на 5 километров и это уже очень круто далее здесь есть дымовые шашки вы можете постоянно перемещаться настреливать где-то контрить эсминец а эсминцы контрить данный сменец очень очень неплохо может далее из нюансов что добавить ему еще апнули поворот башен теперь башня вращается быстро и это очень неплохо превратила в его еще и какая смеется помимо прочего торпеды торпеды здесь коротенькие всего на 6 километров их применить больше в клинче где-то вылетели скинули где-то кому-то ну шашки там на хо это все-таки какая эсминец и контр-эсминец за счет силой гапы и очень хорошие перезарядки главного калибра особенно при заточек я его могу смело рекомендовать на самом деле неплохо далее косок он тоже будет на черную пятницу это второй эсминец топ этого списка это вторая смене стоп этого списка и в чем же его фишка но первое это конечно же его инвиз инвиз в этом плане вы сменится 5 5 это очень круто почти 5 4 помимо прочего здесь четыре башни по два орудия и очень хороший дпм на главном калибре время перезарядки 5 секунд это очень много поверьте также здесь дымовые шашки один торпедный аппарат есть возможность кидать бутылки по трудно один из самых популярных в планах в турнирах под определенной карты просто все пересвечивает и может неплохо постояльцев поджатых кидать бутылки паровозиков очень сильный в гк есть габ до британские он больше оборонительный но здесь в этом плане все хорошо есть форсаж и 7 дымовых шашек очень хороший сменится играется даже десятками очень очень комфортно я его рекомендую ну и третий наверное один из самых лучших эсминцев здесь это летрибль также мета выиграется турниры клановые просто чуть ли не супер основа прям ничего с этим не поделать почему потому что бешеная скорость орудия калибром 139 миллиметров с перезарядкой в 5 секунд так помимо прочего можно что-то разогнать перками до светится далеко но бронебойки цитадалит крейсера есть барабан на ускоренную перезарядку главного калибра и очень сильные торпеды до всего три торпедных аппаратом но альфа этих торпед ребят но она 18 400 ну на своем уровне мало кто переживет очень комфортный артиллерист соответственно есть еще и форсаж на 20 процентов одна из топовых тачек я вам просто рекомендую его на самом деле покупки вам всегда везде пригодится далее финьянг тоже был апнут в плане гк вообще играется на бронебойках играется на бронебойках на самом деле но можно на фугасах это окизуки ну либо китакас я уж точно не помню в чем его фишка глубоководные торпеды с расходником на ускоренную перезарядку пуска торпед касательно торпедных аппаратов здесь всего 1 и здесь всего 4 бутылки это гк эсминец из ббх он наваливает неплохо здесь 100 миллиметровки хорошая перезарядка довольно таки точной альфа 2050 из бронебоек наваливает но соответственно когда он стоит но все-таки приходится заряжать фугас а вот бронепробитие фугасов здесь никак у акизуки здесь 18 миллиметров и ничего с этим не поделаешь но очень сильно на бронебойках это его фишка прям рекомендовать не буду дали лаянг тоже интересная тачан его нюанс является в каком-то смысле тоже метовый тачанка за счет своего гапа в пять с половиной километров но очень слабый на перестрелках есть два вида торпед короткие которые идут чуть дальше они отличаются альфой чем короче бутылки тем выше урон хороший инвиз 5 и 8 максимальной раскачки 9 и 2 идут длинные торпеды короткие идут еще меньше вообще это бенсон по-назиатский до 127 миллиметров по факту хватает на одну перестрелок с эсминецом потому что небольшое количество хп не позволяет вам перестреливаться с более другими тяжками но его задача в другом светить и где-то кидать торпеды вообще рекомендовать покупки лаянг можно довольно таки полезно эсминецом пригождается в турнирах клановых но вот прям настоятельно рекомендовать не буду все таки он не так просто как кажется соответственно далее на селиванге одна из самых бесполезных тачанок на уровне я считаю нужно как-то быть сюда ему там чуть 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 что-то подтянули глубоководные торпеды две башни 2-130 ки получается перезарядка 48 неплохо альфа в 1900 и бронебоек в 2500 это одна из самых больших по альфе до 2500 и за счет сто тридцаток есть обычной дымы есть гап на пять с половиной километров и это неплохо но к сожалению популярности в игре он не сыскала и наверное не сыщет пока его достаточно не апнут в плане главного калибра он вроде бы неплох но две башни и ну катастрофически мало по скорости он неплох довольно таки быстро идет за счет того что совет 36 и 5 узлов на восьмом уровне выглядит неплохо рекомендовать тоже не стану а вот аркан на тоже не сыскал какой-то популярность в рандоме исключительно метовая тачанка под определенные задачи играется в кб в определенном сетапе потому что здесь правильно есть рлс как помимо прочего есть даже пмк установка иногда можно получить пмк достижения на данном эсмитции что из фишек нету дымов есть хилка есть форсаж есть рлс к на семь с половиной километров работы довольно таки долго особенно в раскачке есть торпеда есть возможность потрубного пуска прям советовать данные сменец покупки нет скорее он больше нужен определенным людям которые играют на эсминцах эсминцеводом которые играют постоянно кланов если они на восьмерках оранге или еще что-то в этом роде очень сильно неплохо очень сильно неплохо извиняюсь очень помогает бороться разве сменец именно . потому что рлс наше все помимо прочего здесь неплохой засвет 5 9 километров как только вы засветились 100 процентов загоняете кого то в рлс как минимум его задача на самом деле только в этом и состоит но хилка помогает компенсировать отсутствие дымов принципе особо тут больше добавить нечего и самых топовых которых я бы посоветовал конечно же это будет у нас летрибль косок кит но полаян как ни крути за 35 все остальное на ваш выбор всем спасибо за просмотр подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии увидимся в следующих стримах обзорах всем пока